Может быть, какие вопросы у вас основные есть, может быть, давайте что-нибудь вроде прессухи, да? Нет, ну давайте, хотите я могу сначала запеть? А, давай. Значит, о чем идет речь, чтобы вообще было очень интересное выступление? Речь идет не только о серии, о том, что на Ближнем Востоке придет то, что называют Третьей горячей мировой войны. Она состоит в том, что она высказана, скажем, таким популярным автором живого журнала, как богемиком. Да, знаете, такой богемик? Это писатель такого Кога Голковского, но Голковского это все знают. Да? Нет? Нет, ну не важно. Ну вот, значит, она речь идет о следующем, что по большому счету сунницкие совершенно дикие и противоестественные монархии Ближнего Востока, именно катарская и, в первую очередь, сутовская, они являются всего прогрессивного человечества, просто отрицанием всего, чего можно. Там реально, например, мальчиков, при этом отрезаем голову, там женщина ходит полностью завязанная, так что не остается только порезли глаз и так далее, и так далее. И, кроме того, считается, что именно они являются спонсорами всего международного гладиализма. Ну, сам Абед Владимин, чуть ли не сутовский аристократ. Ну и так далее, и эта вещь. Поэтому, но поскольку есть определенные обязательства между Соединенными Штатами Америки и династией саудитов, то, значит, конечно, Америка будет поддерживать каким-то образом войска, которые будут бороться с саудитами, но, тем не менее, освоими руками она делать не будет. Чеми руками она будет делать? Делать она будет, по всей видимости, руками России. То есть, вот. И в Агимопа, вообще-то, считает богемник, а они являются страной, которая в этой ситуации полностью пострадает. Почему? Потому что еще недавно Саудовская Аравия была крупнейшим производителем нефти в мире, да, и сейчас один из крупнейших. И первое, и второе, и мимо Саудовской Аравии по Красному морю походит порядка 50% мировой торговли. Поэтому катастрофически после этого будет именно мировая война, потому что, несомненно, катастрофические последствия для европейцев. Нелогично как-то. А зачем Америки поддерживают тех, кто будет воевать с саудитами? Потому что они замерили демократию во всем мире. Это кто написал? Богемник. Богемник Жеже. Он, как и все, он из Петербурга, только живет во Впаде. Поэтому богемник. Богом, он написал не очень много. Вот, такова, значит, ситуация. Поэтому речь, он говорит, что всегда, когда воевали с мировым злом, США и Россия, то есть СССР были на одной стороне. И сейчас они тоже будут на одной стороне, говорит богемник. Вот. Такова, значит, история. Но на самом деле, если мы посмотрим на эту ситуацию внимательнее, то, по большому счету, конечно, дикие сумминские монархи Востока, они являются хвостю головы практически всех. И, по большому счету, погром их является вещью совершенно неизвестной. США-то их поддерживают. Ну, не очень. Хорошо. То есть такой тезис, да? Это я, чтобы говорить о войне. А операция в Сирии, всего лишь эпизод, вот в такой прелюдии, в большом прелюдии, в мировой войне, как бы. Ну, тут я, в чём-то, не согласился вообще ни с чем, потому что, во-первых, демонизировать каких-нибудь саудитов, там, или даже ИГИЛ, не имеет ни малейшего смысла, потому что та же западная цивилизация, там, те же штаты, Англия, Франция, Германия, за свою историю поубивали людей просто на несколько порядков больше, чем любые террористы. То есть можно просто вспомнить одну Африку, да, убыль населения, которой за годы рабства в Штатах составило почти 100 миллионов человек. Можно вспомнить Китай, там, с третьего населения погибшей во время опиумных войн. То есть западная цивилизация, по сравнению, вернее, любые террористы, по сравнению с западной цивилизацией, это просто маленькие дети. Вот, и поэтому демонизировать именно, так сказать, каких-то исламистов, на самом деле, я бы не стал. Да-да-да, ещё погибли, как я прошу прощения. Он говорит, что, конечно, будет геноцид, геноцид саудовского населения. Да там, опять же, проблема... Предлагается писать это дело опять-таки. Опять же, проблема в том, что Саудовская Аравия, по сути, это огромная пустыня с четырьмя небольшими островками. То есть там геноцидов-то, на самом деле, особо некого, там и населения не так много. Если Сирию интересует, я не совсем, честно говоря, понимаю, с чего бы начать. Но просто ситуация такая. То есть мы вписались сейчас в Сирию. Я боюсь, очень сильно боюсь, что в ближайшее время мы можем вписаться в какую-нибудь антитеррористическую операцию на Синае. К этому всё идёт, во всяком случае. Потому что в Сирию мы не очень хотим влазить. Насколько я знаю, на сегодняшний момент в Сирии находится порядка 8 тысяч наших людей. Из них 2,5 примерно тысячи – это легально. То есть это те люди, которые находятся на авиабазе «Хмимим» и наши военные советники. То есть мы их официально заявили. А все остальные – это люди, ну это ЧВК, условно говоря. Добровольцы. Ну, назовём их добровольцами, да, но хотя, конечно, они воюют строго за деньги. Но если говорить откровенно, то в Сирии сейчас вообще вся война идёт, уже перешла в формат наёмнических войн, потому что за Асады сейчас уже активнейшим образом воюют не только Хизбалла, но и, ну, они называют их парамилитарными формированиями, а по сути те же наёмники. Из Ирака, из Ирана, из Афганистана, из Пакистана есть вообще какая-то очень крутая экзотика. Платят им кто платят? Платят им Асад. То есть он может платить? Ну, я не знаю, честно говоря, но им платят. Вполне возможно, что платят вообще начальный, скажем так, платильщик – это Иран, но формально платят им Асад. На сегодняшний момент всё наступление, которое ведёт Сирийская армия на пяти направлениях в трёх провинциях, даже в четырёх, оно практически полностью проводится вот этими парамилитарными формированиями, просто потому что в Сирийской армии уже нет никаких сил. Она реально выдохлась за четыре года войны, и, по сути, шансов-то на самом деле почти никаких. Причём эти парамилитарные формирования, ну, как и все обычные наёмники, то есть они могут захватить территорию, но они её совершенно не способны контролировать, что и происходит сейчас, скажем, вот на тех участках, в южнее Алеппо, где они захватывают территорию, их буквально там через несколько дней вышибают опять с занятых деревень. Вот, поэтому там идёт такая, ну, война, как в Ливию, и шла, то есть качели туда-сюда, туда-сюда. И поэтому темпы наступления чрезвычайно низкие. Наша помощь там, на самом деле, она, конечно, носит сугубо медийный характер, потому что, ну, нам не с кем взаимодействовать, то есть для того, чтобы авиация помогала наступающим частям, они должны действовать скоординированно. То есть, ну, вот Василий-то потом расскажет, наверное, как это происходило в той же Дарайе. То есть идёт наступление, наталкивается на сопротивление, тут же останавливается, вызывает там артиллерию или авиацию, она разносит и идёт дальше. Но для этого нужно необходимо наладить взаимодействие. А как наладить взаимодействие нашей авиации с фактически бандитами, которых наняли воевать? То есть партизаны реально воюют. С одной стороны партизаны, с другой стороны партизаны. Вот наш питерский корреспондент Журавлёв, кажется, из агентства федеральных новостей ОФН, он мне присылал на днях тут из Квейриса свой репортаж. Он то же самое пишет, что в первых рядах идут парамилитары, а сирийская армия уже фигурирует для картинки, она заходит уже потом. У них нет людей, уже практически нет людей, которые способны вести это наступление. А взаимодействует военная структура наша, может только с военной структурой сирийцев. Они просто настолько уже малочисленные. Они устали уже. Они устали. Техника уже выработала ресурс. То есть представьте себе ситуацию. Люди устали, 4 года они военные. Они 4 года, то есть Советский Союз воюет в Великую Отечественную войну, через 4 года уже брал Берлин. Они еще, сказать, не подошли к... Ну там как бы и нет, что захватить, нужно, чтобы война закончилась. Нет цели просто такой. Это война бесконечная. Вопрос можно? С чего началась война? С чего? Война началась... С амбарка. Нет, война началась на самом деле, то есть если чисто событийно, она, естественно, началась как продолжение арабской весны. То есть там точно так же раскачивалась обстановка через попытки, скажем так, через демонстрации вот эти мирные, через вот этих снайперов. В Дамаске. Ну, в Дамаске. Ну, началось все... В дыра, на самом деле, началась. В принципе, Асад к 12-му году, к началу 12-го года, ситуацией почти овладел. То есть боевики смогли захватить 3 сунистских района Холмса, причем они готовились к этому очень давно. У них там шла подготовка просто годами. Но основную часть боевиков, которые захватили Холмс, основная часть, это были пришедшие со стороны Ливана ливицы, египтяне, саудиты, то есть афганцы. Афганцы. Это были не местные. Местные подтянулись потом. Местные вообще, на самом деле, очень долгое время, это раскручивалась история с этой свободной сирийской армией, якобы дезертиры сплошные, ничего подобного. У них достаточно серьезно. В Сирии существовала только одна более-менее такая серьезная сила, это братья-мусульмане. И в принципе, они затем создали свое собственное формирование Лива Аль-Таухид. Братья-мусульмане у них, в принципе, всегда были достаточно сильными. В 1982 году, насколько я помню, у них в Хайме был очень мощный мятеж. Именно братья-мусульмане его подняли. Там город вообще разнесли в щебень, но они тогда справились, то есть Хафиз Асад тогда справился с этой ситуацией. Других каких-то исламистов сирийских, у них не было никогда отродясь, уж тем более ваххабитов, тем более салафитов. Ну, там были, конечно, салафиты, скажем, вот у нас на Северном Кавказе тоже есть там три небольших района, где такие этнические дагестанцы исповедуют салафизм еще там с черти каких времен. Но, по сути, как для нас, это абсолютно не свойственно, нетрадиционным исламом так называемым, так и в Сирии. В общем-то, никогда не существовало такого более-менее серьезного именно салафитского движения, хотя отдельно... Межэтических взаимоотношений? Ну, конфессионально, скажем точнее. Поэтому, в общем-то, у них не было никогда проблем именно с радикальным терроризмом, за исключением братьев-мусульман, но они в 1982 году их, конечно, очень серьезно разнесли. Но, опять же, возникает еще один дополнительный такой момент, даже два. Первый момент это был, когда в Ливане Ясер Арафат в 80-е годы устроил там черти что, разнес всю страну, его там с большим трудом оттуда вышвырнули. И очень большое число палестинцев перешло в Сирию. В принципе, эта публика достаточно такая специфическая. Шатилов, да? Ну, да, это вот в Ливане тогда было. Жаблат там, Мишель Ауз, вся эта компания. Ну, это да, это в Ливане. Так вот, палестинцы, это достаточно такой специфический народ. Он, в общем-то, ну, очень с трудом ассимилируется в чужих странах. В Сирии они тоже плохо очень ассимилировались. Они, их поселили в палестинские лагеря беженцев, которые, по сути, превратились потом, вот, к нынешнему моменту они превратились практически в пригороды крупных городов. Вот сейчас такой огромный лагерь Ермук, очень большая головная боль для Ассада под Дамаском. То есть это один фактор был, такой, нехороший, скажем так. И вторым фактором, который тоже стал раскачивать ситуацию, это была, конечно, Иракская война Соединенных Штатов 2003 года, когда через Сирию из Ирака сбежало порядка миллиона человек. Ну, там цифры колеблются, 500 тысяч до миллиона. И немалая часть из них осталась в Сирии, и это были все сунниты, это были баасисты, это, собственно говоря, был тот костяк исламского государства, который сегодня там на этих землях существует. То есть реальное исламское государство, ИГИЛ, пришли и захватили Сирию, как раз на тех территориях, где осели беженцы из Ирака. А эти беженцы из Ирака были вынуждены бежать, потому что Пол Бреннер, наместник американский, который пришел в 2003 году, он первое, что сделал, это издал приказ о деобаасизации, и порядка 400-500 тысяч членов партии БААС были поставлены фактически перед угрозой, если не ликвидации, то, в общем, у них было достаточно проблемно, плюс там начались эксцессы уже с шиитами, там у самих шиитов были достаточно такие радикальные группировки, они, правда, с ними справились, но понятно, в общем, что у суннитов оставаться там резона не было, они сбежали. Они сбежали, в том числе и в Сирии, и осели там в Сирии в немалой степени. И когда ИГИЛ, как организация националистическая, то там такая очень жуткая смесь, скажем, джихадистов, националистов, то есть они строят именно иракское государство на территориях, где живут иракские сунниты, и естественно, что вот на территории восточной Сирии, там, где были эти беженцы, они получили очень серьезную поддержку со стороны вот этих беженцев. То есть это вот второй такой фактор, который способствовал разрастанию сирийского конфликта. Но, еще раз повторюсь, в 19-м году, в принципе, Асад ситуацию более-менее контролировал, он почти задавил мятеж в Холмсе и готовился его уже зачищать. Там две проблемы. Какой образом? Армия. Армия уже окружила эти три квартала. А что с людьми делать? С какими? С террористами? Ничего. А дело их уничтожили? Да. А какое количество? Ну, там на тот момент оставалось, скажем так, мирных жителей где-то порядка 30-40 тысяч и плюс 2 тысячи боевиков. То есть, в принципе, да, они бы погибли в значительной степени. Здесь вариантов нет. Но, опять-таки, то есть, а вот сейчас погибло уже более 300 тысяч человек. Разница-то есть? А вот такое посударование говорят, что в 2011-м году там были какие-то Асад там массово подавлял мирные выступления. Не было никаких. реально не было. Ну, не совсем. Это практически неправда. Это медийная, раскрученная просто образ. Это точно так же, как сейчас, например. Вот буквально позавчера начали распространять в Твиттере, скажем, фотографии обстрела сектора газа и выдавать их за ракетные удары наши. То есть, это картинка, это медийная вещь. В 2011-м году Асад, конечно, просто, я так понимаю, не понимал, с чем столкнулся. И он вообще наделал в самом начале очень много ошибок. То есть, там, когда он мог справиться с ситуацией, в общем, достаточно быстро и эффективно, он тянул, медлил и так далее. Но все равно к концу 2011-го года, когда реально уже захватили Холмс, он, в общем-то, начал чесаться и, говоря откровенно, буквально за 3-4 месяца он ситуацией владел. И вот тут, в 2012-м году уже влез запад со своим планом Кофи Аннона, с перемирием, со всеми этими делами. И под него, к сожалению, подписались и мы. Соответственно, мы выкрутили Асаду руки и заставили его в апреле подписать план Аннона. Наступление было остановлено. А вторая проблема, помимо боевиков внутри страны, не очень большого количества, то есть, там, помимо Холмса, еще были нападения на нынешние, на территории в провинции Идлиб, там Джиз, Шугур, там было нападение, были убиты полицейские, там были нападения в пустыне, но, тем не менее, все равно ситуация была относительно под контролем. Ну, так вот, кроме этих боевиков, у Асада была катастрофическая проблема с границами, они были все открыты. В принципе, он поступил достаточно грамотно, он предполагал зачистить основные группировки боевиков в Холмсе, в Идлибе и рядом с Дейр-Изором, и после чего армию высвободить и направить ее укреплять границу на наиболее опасных учетах. Мы, вместе с Западом, ему этот план сломали, этим перемирием. То есть, мы остановили наступление, он не знал, что делать, потому что армию он не мог высвободить, она была вынуждена продолжать блокировать все эти территории, то есть, там, Холмс, Ар-Растан, Джис-Ир-Шугур и так далее. И граница осталась абсолютно свободной. И вот через нее началась массовая заброска боевиков, и фактически за три месяца число боевиков с трех примерно тысяч, ну, двух-трех, увеличилось примерно до 15, которые проникли уже в страну, и в конце июля уже 12-го года, то есть, фактически через три месяца, боевики начали наступление в двух местах. Дамаске и, соответственно, в Алеппо. В Дамаске и Алеппо находилась Республиканская Гвардия, это резерв. Это очень, это хорошо подготовленные войска, ну, по типу наших внутренних войск. То есть, не так же, как сейчас у нас, например, внутренние войска, безусловно, подготовлены лучше, чем армия. Это, мне всякого сомнения, у них финансирование лучше, подготовка лучше, и людей, я так понимаю, побольше. и они связали Республиканскую Гвардию, вот в этих... Боевики это кто? Боевики это были иностранцы, это были наемники. Это вот... В основном, основная масса так и осталась. Тунис, Ливия, Египет, Саудовская Аравия, ну, и частично Средняя Азия, то есть там... Афганистан тоже... То есть на почистенности. А платил ты, платил кто? Платили им, для начала платили им очень многие. То есть, в основном, отличались, конечно, вот эти исламские фонды частные. То есть, государства, естественно, не платили. То есть государства перечисляли деньги в фонды, а уже затем эти фонды начинали платить там по разным программам. То есть, это были кувейтские фонды, саудовские, катарские и так далее. То есть, Катар сначала поддерживал братья-мусульман, тоже Лива, Аль-Таухид, точно так же, как он поддерживал в Египте братья-мусульман. Но после того, когда братья-мусульмане практически везде, в Египте, в Тунисе, в Сирии потерпели поражение, политическое, во всяком случае, Катар переключился на финансирование как раз с ИГИЛ. И на сегодняшний момент ИГИЛ это, по сути, группировка, которая частично зависит не от Саудовской Аравии, хотя вначале именно саудиты с ними имели отношение, а теперь это именно Катар. В общем, вся история конфликта умещается практически до 2012 года, потому что потом все уже пошло по накатанной, то есть Асад уже к концу 2012 года практически упустил ситуацию из рук, и если говорить откровенно, то есть остается только удивляться устойчивости, скажем, государства сирийского, которое умудряется даже в таких условиях продолжать еще как-то сопротивляться. То есть на самом деле любая другая страна в таких условиях бы уже рухнет. Давайте здесь вернемся к исходу. Мне кажется, очень важно обсудить один момент. Ускладывается впечатление вот из этого разговора, да и вообще часто вот из наших медиа, что из некой вот Сирии, некое национальное государство, значит, там внешние силы ополчились на руководство страны, и, вот как сейчас сказано, там на страны наемники, да, вот с помощью внешнего финансирования были заброшены на территорию страны. С моей точки зрения, отчасти, разумеется, это вот так. Но давайте посмотрим с другой стороны. Национальное государство Сирии имеет место быть по нашей планете с 1945 года, если я не ошибаюсь. Вообще, вот если даешь, да, вот это ИГИЛ, даешь, даула, это, значит, государство, но это на самом деле первая буква Д, даула, ну не совсем, это в исламском смысле государство, но государство переводится. А последняя буква это ШАМ, да, ШАМ это вот Великая Сирия, это историческое понятие, Ливан, Ирак, Иордания, часть Ирака, естественно, да, это примит, то есть я что хочу сказать, вот это течение плана рабизма, да, она имела не только национальную, узконациональную, да, распространялась, но это некое общее решение, пан-арабизм, да, вместе, ребят, поэтому, это все равно, что рассуждать, мы не можем, русские люди, которые живут за искусственно проведенной границей на Украине, это уже как-то, ну вот, совершенно чужие, да, в Сирии это еще в большей степени, поскольку все это началось только в 45-м году, поэтому вот эти так называемые наемники, которые пришли откуда-то из-за границы, на мой взгляд, с точки зрения самих арабов, это совсем даже и не наемники, а те же самые арабы. С точки зрения арабов каких? Сирийских? Что такое сирийские арабы? Сирийцы. Это искусственная граница, которая была проведена после распада Исламской империи, Османской империи, да? Когда она была проведена искусственно, это один вопрос, но мы говорим о сегодняшнем дне. Сегодня сирийские арабы называют себя сирийцами, понимаете? То есть, все-таки это не норма. Никакого отношения к левицам они не имеют, они ничего не имеют. Понятие шам, это шам, в арабском изирии. Для кого? Да, Ерш. Для арабов. Для арабов живем где? Для арабской. Арабы живут в Ливии, да? Это одни арабы. Арабы живут в Египте, в Ираке. Хорошо. Вообще сирия. Нет, ситуация выглядит иначе. Ситуация выглядит примерно так же, как вы же сами сказали Украина-Россия. То есть, родилось несколько поколений, для которых Сирия, это уже отдельное государство, они чувствуют себя сирийцами, они чувствуют себя отдельно от египтян, они понимают, что они арабы, они там представляют, что... Извините, я к тебе уже сразу же не был с 45-го года. Ну и что? То есть, сирийцами поколения уже чувствуют себя? На Украине... Естественно, да. На Украине тоже русские воюют против русских, поскольку они себя осуждены украинцами. Но в то же время мы знаем, прекрасно наблюдали, что многие русские ощущают себя русскими. русские и украинцы имеют в виду. Понимаете, да? Так вы еще в большей степени, я хочу сказать, вот этот феномен имеют место быть там. Вот и все. Ну, арабы на самом деле... Просто я некое замечание сказанного, мне кажется, это важно иметь в виду. Ну, понимаете, я... полностью все это обо всем этом говорили, потому что времени действительно уйдет миллион часов. Просто ситуация-то выглядит таким образом. То есть есть некая социодинамическая структура государства, силит. Для того, чтобы ее разрушить, как любую систему, в ней необходимо создать колебания, которые разрушат внутреннюю связь. Внутренние колебания с энергией больше энергии внутренней связи. Для этого можно использовать как внутренние процессы, так и внешние. В Сирии произошло, если в Ливии все произошло в основном через внутренний нагрев, взрыв, потому что в той же Ливии, например, нынешнее восстание, которое привело к событиям 2011 года, оно на самом деле было даже не самым сильным. То есть в середине 80-х годов против Каддафи было гораздо более сильное восстание, он его с огромнейшим трудом подавил. Но тем не менее, Ливия выстрела. В этот раз в ситуацию вмешались внешние силы и довели ситуацию уже до катастрофы. Асад подавлял какие-то силы, то есть там вооруженные или не вооруженные. Не, ну представьте себе ситуацию, то есть вот обычная нормальная ситуация, вот Петербург, идет какая-то демонстрация, естественно, там присутствует полиция, которая наблюдает за внутренним порядком, и вдруг кто-то в толпе начинает стрелять. Не полиция, кто-то в толпе, как на Украине с этой небесной сотней. Если на Украине хватило одной небесной сотни для того, чтобы снести уже окончательно Януковича, потому что ситуация была подготовлена заранее, плюс на Украине все-таки уже были структурированные группировки того же правого сектора, там самообороны, Майдана и так далее, они уже были готовы к этому моменту. То в Сирии вот такую небесную сотню в меньших масштабах правда, устраивали в течение целого года, начиная от событий в гора в феврале, по-моему, 11-го, и заканчивая где-то примерно октябрем 11-го года, там все время шли вот эти демонстрации. Они всегда проходили в один и тот же день, в пятницу, то есть после молитв толпа, там огромные толпы, я живу рядом с соборной мечетью, то слава Богу, вижу, эта толпа идет по улице, то есть фактически это даже не демонстрация как такова. И вдруг с крыш начинает кто-то стрелять. Естественно, тут толпа в рассыпную, паника, с кого-то затоптали, убили. Кто-нибудь еще поднимает флаг Аль-Каиды или свободной сирийской армии в толпе. Точно так же, как у нас показывали. И видео показывает расстрел армией антиправительства и демонстрации. Хотя это просто люди шли из мечети. Понимаете? То есть у нас в Москве, в Ясенево показывали два года назад, что люди выходят из мечети, вдруг какой-то ханурик там встает и значит с парапета начинает там толкать какие-то недозволенные речи. Он толкал ее буквально две минуты. Но зато этот ролик снял... Не важно. Тут же смысл такой, что сняли ролик... Показали демонстрацию. Сняли ролик и прокрутили его уже везде, где только было можно. Сказали, живут в Москве, тут тоже начинали. То есть примерно такая же технология раскачки. Существовала и в Сирии. Но когда они осознали, что вот эта внутренняя устойчивость достаточно велика, она действительно до сих пор велика. Сирия иначе бы просто развалилась. Они не смогли раскачать через вот этот метод. То есть никакая диктатура... Никакая диктатура... Так она раскачивала, так кто? Кто был заказчиком такой? Раскачивали... Для начала раскачивали Запад, Саудиты и Каты. Нет, но это достоверное, об этом судить нельзя. Почему? О чем нельзя судить достоверное? Ну а кто там по этой толпе стрелял? А кто стрелял по толпе? Ну вы этих стрелков их понимали? Нет, конечно. Ну а как ты нам можешь договорить, что это Америка? То есть ты предполагаешь, что армия стреляла в толпу для того, чтобы ее... Нет, нет, нет. В том же, это достоверное утверждать, это нельзя. Нет, ну... За достоверное утверждать, кто оплачивал? Или что? Не суть. Честно говоря, если это протестное движение, оно нашло себя. Так а зачем? Поддержку нашло? Не нашло. Я понимаю, что это не нашло. Тогда что подавлял Асад? Асад подавлял восстание... Ему с трудом удалось... Асад подавлял восстание группировки «Братья мусульман», которые рейкатором проплачивались. Да. Ну это одна... То есть они пришли к этому самому... В чем заключался план Аанана? План Аанана заключался в том, что боевики, которые пришли из-за границы, они все пришли из-за границы на тот момент, во всяком случае. Чтобы их признать некой вооруженной оппозицией, это достаточно нелогично признавать иностранцев в оппозицию, но тем не менее. Чтобы Асад прекратил войну и начал с ними переговоры. Так вот, вся проблема в том, что там не с кем вести переговоры. Дело в том, что у них существует реальная оппозиция политическая, которая сидит в эмиграции. В Париже, в Турции, в Катаре и так далее. Они не представляют внутри Сирии практически никого. У них нет ничего. То есть это, грубо говоря, вот это вот мы с вами сейчас возьмем и мигрируем во Францию. И назовем себя оппозицией, например. То есть вот примерно такой же уровень оппозиции Сирии остается и до сих пор. То есть они не представляют вообще никого. То есть... Герой Советского Союза первой семьи. Ну хорошо, но он герой. И дальше что? Ну это тоже такой же... Это такая условность, потому что мы не можем опять же доказать, что нету связи. Считается, что нету связи. Кто заставил это? Люди волнуют и умирают. Это во-первых. А во-вторых, насчет причин. Объективные причины были или нет? Были. Конечно были. И вот кроме внешнего воздействия существовали еще объективные причины внутри государства. Внутри государства причина заключалась в следующем, что Асад точно так же, как и его отец. То есть они действительно проводили панарабскую политику. Партия Аббас, по сути, это как раз и была панарабская партия, которая на светских позициях пыталась объединить несколько государств арабских в одну единую. Даже существовала Объединенная Арабская Республика, где был Египет и Сирия, и куда хотел войти Ирак и Йемен. В итоге все это развалилось. То есть, тем более после крушения Советского Союза, все светские проекты, связанные с вот этим возрождением, они по сути рухнули. Образовался вот тот вакуум, как и у нас здесь в России, в который хлынуло, кого там только не хлынуло, но, на Ближнем Востоке ислам был просто естественным, абсолютно заменительным в любой другой идеологии, и естественно, что он был поднят на щель. И возникла ситуация, примерно похожая на ситуацию 18-19 века Саудовской Аравии, когда вот это учение ваххабизм, оно, в общем-то, фактически стало заменителем в той светской полусоциалистической идеологии, потому что оно тоже было и объединительным, и в то же самое время, оно формально предполагало стремление к некой справедливости, но вот на исламских принципах. Но проблема ваххабизма всегда заключалась в том, что это учение для очень низкообразованных и фрагментарно мыслящих людей. В Сирии Сирия была достаточно хорошо образованным государством. Стало точнее. Стало. На время правления Асадов у них образованность с 10% поднялась до 90% И вот здесь возникло как раз противоречие. Дело в том, что они сильно увлеклись урбанизацией и оставили сельские районы в значительной степени, ну, в общем, произошел разрыв. И вот как раз идеология ваххабизма, она в этих условиях, когда государство стало терять контроль над обстановкой в 11-12 году, естественно, жизнь людей резко начала ухудшаться и вот наиболее необразованная часть населения, наиболее обездоленная, тем более нужно опять же вспомнить, что там помимо 3 миллионов беженцев, то есть палестинцев, иракцев, еще были и внутренние беженцы, которые бежали в 2008, 2009 и 2010 году от страшной совершенно засухи на севере Сирии. Потому что помните у нас 2010 год этот антициклон какой-то стоял, была дикая жара, так вот у них было 3 года подряд, и не только зимой, не только летом, но и зимой, то есть у них высох весь урожай на севере сельскохозяйственных районов, и люди просто реально бежали в Турцию, бежали, то есть произошла внутренняя миграция, и вот этот слой людей собственно и стал питательной средой для ваххабитов в период, когда государство резко ослабло в связи с этими внешними атаками боевиков. И вот эти факторы наложились друг на друга, и по сути, то есть если говорить об истории Сирийской войны, я так понимаю, что где-то примерно к октябрю-ноябрю 2012 года она уже перешла в необратимую стадию, то есть все, что не делал Асад, оно могло в лучшем случае просто стабилизировать обстановку, но на сегодняшний момент я думаю, что у Сирии никаких шансов никакого будущего уже нет, и разделение, скажем, по руслу Ефрата оно уже абсолютно точно произойдет, то есть Восток в принципе уже невозможно присоединить к Сирии, то есть там будет вопрос кому он будет принадлежать и в каком виде, но разделение уже произошло, конфликт из гражданского постепенно перешел в конфессиональный, то есть его очень с трудом с огромным, но его переводили именно в эту плоскость, а для Ближнего Востока конечно конфессиональный конфликт это наиболее глубокий и проблематичный, и поэтому на мой взгляд то есть изначально это был неконфессиональный конфликт? Нет. Абсолютно неконфессиональный На мой взгляд меня с Антолием отличается, я считаю, что он и сейчас неконфессиональный, хотя в некоторых районах возможно уже. но в принципе начиналось, по крайней мере, это вообще как никогда. Что хотел построить АСА? АСА строил такой нормальный арабский социализм точно так же, как строил его тот же Насар, как строили его в общем-то на самом деле. Достаточно успешно, на мой взгляд это больше всего из существующего напоминает Китай. Что заключалось? За 70 лет что существовало Сирия? Нет, ну не за 70 лет. Кроме продажи нефти, ну 45-го, кроме продажи нефти у них ничего нет. Перестанет. Ну да, вы что? Я сказал, что у них есть? Подождите минуту. Есть объективное... Во-первых, можно я на вопрос сейчас хочу? Давай. Во-первых, Сирия за счет продажи нефти не живет. И ее потребление равно ее производству нефти. Она ее не экспортирует. Она не является экспортируемой. За счет чего туда она жива? Она производит продукты. У них очень мощная сельская хозяйство. У них сельская хозяйство кормит практически все близлежащие страны. И сейчас в том числе. У них очень мощная перерабатывающая местная промышленность. У них достаточно хорошо... То есть это сельскохозяйственная страна? Не только. Это промышленность. Преимущественно сельскохозяйственная. Но у них очень много открылось... Извиняю, только что перебиваю. Частный мелкий бизнес производственный у них очень сильно развился. Производство чего производства? Всего. Как в Китае. Ракеты, космические, роботы, компьютеры, программные обеспечения. Телефоны там. Телефоны они производили? Да. Нокиа там и так далее. Вот везде идешь по освобожденным районам, допустим. Там везде мастерские. Нокиа, маленький заводик. Там еще что-то. Филипс. И вот так везде, везде, везде. Там люди, у них такая система. Это я к чему, это я сам веду, так к тому, что Сирия, как вот в странах, как раз, пытался что-то построить, в итоге вот отрыв, грубо говоря, городов от населения произошел. Не совсем так. Не всех городов от всего населения. Люди все скопились в города. Наиболее активные, наиболее образованные. Нет, не так. А все остальное, большая часть осталась растить, растить, выращивать. Нет, я еще раз поясню. Значит, государство, когда оно относительно устойчиво и контролирует обстановку, оно способно выравнивать вот эти диспаритеты за счет различной социальной политики и очень серьезные социальные льготы, преференции и прочее для деревень существовали. Но произошло вот наслоение ряда негативных факторов, плюс государство утратило контроль и люди на самом деле три возраста. Утратило контроль в результате чего? В результате военного нападения. Извини. Вы представьте себе, у нас 10 тысяч боевиков напали на Дагестан и у нас 100 тысячная группировка с огромным трудом загнала их обратно. Причем это 100 тысячная группировка, которая была собрана с полутора миллионной армии. В Сирии порядка 20 тысяч боевиков уже начиная к концу примерно 12-го года атаковало всю страну. Больше, Анатолий, у нас вторая группировка была 12-ти тысячная боевиков. Но это ты уже говоришь про 13-ый. 13-ый год уже, А в 12-ом их чуть было поменьше. То есть абсолютно армия была 300 тысяч, из которых 50 тысяч, только 50 тысяч могло принимать участие в боевых действиях. сухопутные войска примерно такое имеют соотношение. А в 250 что делали? Это авиация, флот, ПВО, гарнизон, и так далее, и так далее, и так далее. Сухопутные войска тех бойцов, которые с автоматами бегают, это не более одной шестой части армии. Это та же самая история, когда вот наша армия, будучи там даже двухмиллионной, по-моему, к началу Первой Чеченской войны, она с диким трудом нашла 50 тысяч человек. Можно выставить 200 тысяч бойцов, армия двухмиллионная, может, понимаете? Я просто хочу понять, так сказать, обстановку и что происходит. То есть на сегодня, если мы примем решение вводить войска в Сирию, то даже если не брать вообще вопросы снабжения, в принципе, хотя как раз именно вопросы снабжения сейчас являются наиболее актуальными, мы просто не в состоянии поддерживать там группировку численностью более 10 тысяч человек. вот вы просто не в состоянии, ни при каких условиях мы сейчас с нашей логичностью... В наших реалиях при технологиях я думаю, что там много, особенно не надо. К сожалению... Это в том, чтобы контролировать территорию. Контроль территории возможно только посушить. То есть нужно, грубо говоря, освободили город, туда должны прийти войска. Хорошо, должны там встать гарнизон и налаживать... Хорошо, давайте мы... Мы сбиваемся с этим. Сплошные вопросы с твоей стороны... Для этого мы и позвали наше говорю, чтобы не вести что-то снотворить. Только не задавайте свои вопросы, да? 10 раз уже бы ответили. Давайте, если с первой частью закончили, позвольте, вот я сделаю ремарку по Сухайдану, мне согласен категорически со всем сказанным, да? Вот. Об объективных условиях, я имею в виду начало войны. Прежде всего, что нужно сказать, Сирия была самая бедная страна, причем существенно беднее, чем окружающие ее страны. В несколько раз ВВП по ППС. Чтобы ты понимал, там примерно баш на баш городское и все, если население. Городского чуть-чуть больше уже. Я имею в виду к временному началу войны. Вот это вот общая ситуация. бедная страна. Ну, вообще, вы ошибаетесь. А вы ошибаетесь? А вы ошибаетесь? Рассказывают про квартиры, где она начинает... Извините, давайте я объясню про ВВП. Ну, я не знаю, но... ВВП в чем вы считаете? В ППС. Нет, в чем? В каких единицах? Давайте начнем. С каких единиц вы считаете ВВП? В долларах? Ну, в чем вы говорите? Так вот, начнем с того, что цены в Сирии местные примерно в 20 раз ниже, чем в окружающих странах. В ППС. Нет, вот у меня Ирак, Иордания, Турция. Цены в Сирии в 20 раз ниже, чем в Иордании. Окей, хорошо. Поэтому ВВП в Сирии на человека... Вот я высказал свое мнение... Совсем другое. ...которое... Что не может быть? У них бензин в три раза дешевле, чем у нас. Из интернета, объективно. А потом Василий расскажет свои субъективные ощущения. Это первое, что я хотел сказать. Второе, значит, совершенно, конечно, я не могу согласиться с тем положением, что революция и Буча начинаются от того, что какая-то там беднота вдруг была обвинена некими идеями. Такого вообще в истории человечества еще не было. Всякие Бучи революции начинаются с раскола элит. Раскол элит... Вот про космонавта вспомнили, да? Раскол элит может проходить, конечно, по конфессиональному или не по конфессиональному принципу. Это не так принципиально в данном случае. И тут я согласен, что вот конфессиональные моменты, они не играли решающего значения. Что, вот на мой взгляд, опять же, исходя из того, что когда-то я читал и что мне, скажем, говорил один, рассказывал один человек, который бывал в тех краях и занимался. Кристиан Сергеевич, давайте подождите, Саша, послушаем. Саша, подожди. Мы не слушаем, мы обсуждаем или мы слушаем? Лучше бы послушать. Нет, давай не... Нет, мы собрались обсуждать. Так, вот. Так, что мне рассказывали? Значит, действительно, конфликт произошел вроде как формально на конфессиональной почве имея в виду засилие Алавит. Ну, считается, да? Ну, это сама информация, так скажем, сочетание. Ну, да, да, да. Кроме того, что исторически, значит, Алавит усложили в армии, а в сумме-то занимались бизнесом. Вот из-за того, что Алавиты были армейцы, они как бы пройдут в лесу области, а потом еще захватили и бизнес. И вот главные миллиардеры и миллионеры, они были все Алавиты, вот вначале там родственники, семья, сада, миллиардеры, которые в процент отношения, там какие-то дикие цифры. Вот и человек, ну, порядка 60 процентов всех богатств в Сирии. Вот то, что пишут, может быть, это неверно, да? И это Алавиты. То есть Алавиты, вдруг конфликт элит начался тогда, когда Алавиты стали захватывать экономическую власть. Вот и все. Вот это фамилии можете назвать, это все? Я вам могу сказать... Это семья и окружение Асада. Да. Да, Алавитская. Это не совсем верно. Это верно. Ну, на мой взгляд, это тогда не то, что не совсем верно. Я вам объясню первое. Если нужно будет ссылки, то мы найдем, конечно. Я вам могу по памяти сказать. Значит, ситуация выглядит следующим образом. Действительно, в Ираке, в Сирии, в Йемене существует такая ситуация, когда... Ну, вернее, была такая ситуация, когда был некий престижный труд, некие престижные профессии, занятия и так далее, которыми занималось большинство. Суниты в Сирии действительно занимались торговлей, бизнесом и так далее. Точно так же, как шииты занимались этим же в Ираке. Меньшинства занимались менее почетными с точки зрения выгоды и социального положения профессиями, в том числе, службой в армии, в силовых структурах и так далее. Именно таким образом меньшинство в Ираке и в Сирии действительно смогли получить стартовую площадку для захвата власти. Но при этом ни в Ираке, ни в Сирии не произошло того, о чем вы говорите. Дело в том, что практически полностью весь традиционный бизнес так и остался в руках тех, кто им владел. То есть, например, семья Атласов в Сирии это крупнейший сахаропроизводитель Сирии и как был он до Хафиза Асада так и остался. Как он был суннитом. Как он был суннитом так и остался. Та же самая история с крестьянами и так далее. И как он поддерживал Асада. Семья Махлюфа, о которой вы говорите, это действительно родственники Асада, двоюродные какие-то там по какой-то линии. Они действительно являются крупными бизнесменами и владельцами, но высокотехнологичных, то есть тех отраслей, которые были созданы уже в ходе. развития Сирии и там действительно до 60% вот этими телекоммуникационными сетями владела семья Махлюфов. Но опять же сначала вот этих протестов сам Махлюф по требованию Асада полностью передал в распоряжение государства. Там трудно сказать, кто стал в итоге конечным владельцем, конечно, но во всяком случае эти вещи тоже были учтены и с этим каких-то особых проблем не было. опять же мы подходим почему-то по совершенно непонятной причине к менталитету Ближнего Востока с точки зрения нашей. То есть мы европейцы, мы почему-то считаем, что Ближний Восток должен жить именно так, как расписано в западном интернете. Это совершенно не так. Их общество устроено иначе. Оно руководствуется и живет совершенно иным законами, поэтому если мы пытаемся понять китайца разговаривать с ним на арабском, то естественно у нас ничего не выйдет. Точно так же мы не можем к ним подходить с нашими мерками. То есть у них совершенно другая ситуация. для них вполне естественным является то, что тот, кто является политической властью, тот имеет право подбирать под себя и дополнительные ресурсы, что для них вообще просто не вызывает никаких сомнений, а как иначе он может осуществлять свой патернализм. Очень серьезно развит, и отец нации обязан иметь в руках ресурсы, которыми он будет одаривать население. Это для нас дико, когда Путин и его дружки захватывают все вокруг себя, потому что мы прекрасно понимаем, что нам от этого ничего не достается, у них нет той ментальной позыва делиться с населением украденного этого населения. У них нет этого. И для нас, поэтому мы естественно воспринимаем это достаточно негативно. Там это по-другому. Потому что там это все очень быстро меняется. Я скрывал с молодыми египеттерами 20 лет назад и 10 лет назад. Не 10 лет назад, а 5 лет назад. Естественно, нет. Естественно, Те, которые 5 лет назад, это уже все равно, что петерская молодежь, извините меня. Поэтому насчет этой ментальности я очень сомневаюсь. сомневаться это нормальное свойство человека вообще. Но это понятно. Коррупция, например, смотрите, у нас допустим есть такое понятие коррупция. Говорят там коррупция в Сирии была, к примеру. Коррупция там и здесь это совершенно два разных понятия. Вот то, что я посмотрел, у них коррупция это норма. понимаете? У них в обществе прийти к уважаемому человеку без подарка стыдно просто. Понимаете? А ему стыдно не взять это скорбление. А ему стыдно не взять, он тебя обидит. Понимаете? То есть там коррупция заключается не в том, что чиновник требует, а такая традиция у них. Понимаете? Приходишь к уважаемому человеку, даже если тебе от него ничего не нужно. принято принести подарок. Но это наверное не коррупция все-таки. Но по-нашему это коррупция. Ты приходишь к чиновнику даешь ему подарок. У нас благодарить тоже принято все время. Ну, суть в том, что вот у них это норма. У них гаишник, вот я рассказываю, он не берет взяток. Но у него полные карманы денег в конце дежурства. Потому что ему дают чаевые за его работу. Проезжают открывают окно дают 10 лир. За то, что он стоит машет палкой хорошо. Коррупция это или нет? Понимаете? Это свое. Такое государство строило? Он построил такое государство. Не то, что он устроил, такое оно получилось. Понимаете? Тут самое главное заключается в том, что если вы хотите сказать, если мы вообще хотим понять, мы должны просто увидеть. за 4 года тяжелейшей действительно войны, которая вообще должна была разносить уже страну в пухе прав. Не было ни одного высокопоставленного предателя среди элиты сирийской. За исключением одного единственного человека. Это был премьер-министр. хиджап, но с ним тоже очень сложная история. Дело в том, что очень многие дезертиры из генерала, бригадиры и прочее, которые бежали из сирийской армии и становились дезертирами, по большей части, массово из тех биографий, которые я читал, это были люди, которых должны были арестовать за воровство, за взятки, еще за что-то. Они сбегали, становились политическими беженцами, хотя на самом деле причиной бегства была просто банально уголовщина. Так что здесь достаточно сложный момент, но именно тот факт, что их элита до сих пор не развалилась, при том, что там действительно и оловиты, и сунниты, и христиане, то есть у них, например, Валид Муалем, премьер-министр, я не помню, он, по-моему, все-таки суннит, но там у них есть и христиане, там у них есть и друзы. То есть они уже стали светскими? Да. Это единственное светское государство региона было. У них, во всяком случае, вот таких проблем с конфессиональных, как и в Ираке при Саддаме, кстати говоря, их не было. То есть при Саддаме там была больше клановая, скажем, история, то есть там были, как у чеченцев, то есть там есть горные кланы, есть равнинные, горные, менее уважаемые, там менее престижные. Ну, кто более образован? Да, равнинные, более и так далее. Скажите, пожалуйста, тогда я понимаю, почему Катар и Саудиты выступали больше фаста, тогда почему позиция Запада является студентом? Позиция Запада предельно простая на сегодняшний момент. То есть Соединенные Штаты, они при Буше втором, они разглашали стратегию глобального лидерства. Нет, сейчас вспомню. Да, по-моему, глобального лидерства. При Буше при Буше. А вот уже при Обаме они объявили принципиально другую стратегию, они объявили стратегию глобального... А, нет, при Буше была стратегия глобального доминирования, при Обаме глобального лидерства. Разница принципиальная. При Буше Буш предполагал, что Соединенные Штаты это единая мировая империя, соответственно, он провозглашал, как любой нормальный император, что они будут следить за ситуацией в провинциях, ну и более-менее поддерживая там баланс сил. Что он пытался делать, там, неуклюже, неуклюже другой вопрос. Обама, сообразив, что это требует у Соединенных Штатов совершенно невообразимых ресурсов, он отказался от этой стратегии, он объявил стратегию глобального лидерства, то есть Соединенные Штаты будут теперь вести борьбу просто за то, чтобы всегда быть первым. Соответственно, их стратегия разделяется на два основных потока. Быть первыми они могут только в двух случаях, либо они все время развиваются быстрее, чем остальные. Второй путь развития это они интенсивно вбивают в пыль всех своих конкурентов. Соответственно, вбивание в пыль оно связано с тем, что объявлена война суверенным государством, идет война за фрагментацию пространства, потому что естественно, что страна, которую разбили на четыре части, просто синергетически, эти четыре части слабее одной единой цены. Поэтому идет фрагментация Ближнего Востока на сегодняшний момент, поэтому уже фрагментирована как таковая Украина, потому что, конечно же, она развалится, здесь вопросов нет. Но когда и по каким границам, это другой вопрос. Фактически идет уже развалин Балканы. Судя по всему, сейчас попытаются раздолбать еще и Евросоюз, а уж мы на очереди это вообще вне всяких сомнений. Сейчас у нас любая попытка проведения более-менее успешной цветной революции в любом виде, в виде переворота, в виде более серьезных событий, она просто неизбежно приведет к сепаратизму, к развалу страны на участке. Потому что еще рано. Анатолий, вам умными словами объяснил то, о чем вы меня спросили. Потому что смысл очень прост. То есть штаты должны фрагментировать окружающее пространство. Где-то они наведут порядок, где-то ну, извините, не сможем. Вы уж тут сами как-нибудь разбирайтесь. В принципе, все будет выглядеть примерно так, как мы сейчас видим. То есть на самом деле в крупных городах будет относительно более-менее спокойно. между городами будет территория хаоса совершеннейшего. На Украине это уже, кстати, потихонечку воплощается в реальную жизнь. Поэтому в общем и целом скажем американское доминирование в таких условиях оно, конечно, будет осуществляться гораздо более рационально. И если вы заметили, то штаты сейчас уже перешли к очень любопытной стратегии. То есть они сначала запускают вот эти все события, а затем их переводят на самоокупаемость. То есть сейчас ИГИЛ только на 5% зависит от внешних вливаний. То есть 43% я сейчас просто пишу книжку именно про экономику ИГИЛ. У меня эти цифры сейчас зубы. Значит, 43% у них идет за счет налогов с территории, 23% это торговля нефтью. Причем там не только сирийская нефть, но и иракская, и ливийская нефть. И поэтому бомбить 50 грузовиков в пустыне, как это делает сейчас Путин, это абсолютно бессмысленно. Просто бессмысленно. Даже бомбить нефтехранилище бессмысленно. Даже бомбить эти качалки тоже бессмысленно. Потому что вы можете себе представить, у меня фотография где-то была. чем запад и не занимался. Они просто прекрасно понимают, что это абсолютно нерационально, потому что один вылет бомбардировщика на нефтяные поля, он принесет ущерб на 50 тысяч долларов. Потому что у меня где-то есть фотография качалок, которые стоят в этой сирийской пустыне. Там отсюда и до горизонта стоят эти штуки. И вот всех их... Стоит маленькая качалка, а у нее производительность 5 баррелей в час. Все. То есть она больше не накачает, тем более давление в пластах не очень большое в Сирии. Она накачивает, накачивает, там оно по трубе куда-то течет, там они открывают тканик, подъезжают автороналивная цистерна, заливаются и поехали дальше. Все. Вот и вся нефтедобыча в Сирии на самом-то деле. То есть у них есть, конечно, централизованные, есть даже трубопроводы, но основная масса это именно таким образом добываются этой нефти. Поэтому бомбить эти нефтяные поля можно только ядерным взрывом. Чтобы уже... Вот наши пропагандисты говорят, что вот именно поэтому используется, вот сегодня слышал утром параллель, именно поэтому используется стратегическая авиация. Потому что такие площадные цели можно только там, когда 60 тонн у тебя подкрыли. Он не может нести 60 тонн, потому что наш Ту-22 он несет в основном. Удар-то все равно точечный получается. мы не можем уничтожить площадь, все равно авиация... Он что, сказали? Я понимаю. Они летят на такие расстояния и поэтому они берут с собой в основном топливо. И смысл стратегический заключается в том, что он несет 6 ракет, но с ядерной головкой. Тогда это оправдан, но он одним вылетом накрывает там очень приличную площадь. А когда он вместо нее... А когда он вместо нее... Нет, они берутся, они вон, вываливают из Думбалюка 3 тонны бомб, 3 тонны. Больше он не утаскивает. Что это 3 тонны? Это обычная бомбардировка. Их суть в чем? В том, что они летят добегу и бомбят ядерными боеприпасами. Это обычный Ту-134. Но еще раз обратите внимание на ролики Министерства обороны. Нет, обратите внимание. но это спорт пустой. Нет, Это в том, что они все равно ядерные удары не наносят. Они открывают плюки и оттуда вылетает 12 бомб. Офап 250. Умножьте 250 умножьте на 12. Это сняли просто. Это видно. Они открывают, они высыпают и уходят. 3 тонны потом снова открыли, снова сбрасили. Нет, там нечего уже сбрасывать. Анатолий, подойте вопрос. О прошлом мы поговорили, о будущем, то есть война на Синае, как то есть полагается. А зачем вообще Путин туда полез? С вашей точки зрения? Я думаю, что логика предельно простая. Ситуация в экономике у нас катастрофическая, то есть мы валимся очень быстро и быстрее, чем у вас рвутся вот эти сети. Я думаю, что мы рванем примерно по такой же схеме, потому что у нас сейчас свечи везде. И поэтому важнейшим показателем того, когда мы начнем сыпаться, начнет вот эта осцилляция. То есть когда события начнут, когда вот эти порывы в экономике начнут происходить быстро и непрогнозируемо, типа вот этих дальнобойщиков, их же не зря сейчас вообще нигде не показывают. И такие события сейчас начнут потихонечку накапливаться. То есть я думаю, что в ближайшие года 2-3 мы еще будем примерно так же в таком ритме жить. А вот к 2018 году как раз к выбору мы как раз приходим к ситуации, когда у нас экономика уже уходит вниз ниже предела устойчивости. Я так понимаю. И поэтому сейчас как в любой нормальной ситуации прикрывают внутренние проблемы внешними событиями. То есть ему сейчас нужно сплочение масс вокруг него лично. За счет этого он попытается еще какое-то время протянуть. Но все то, что вы сейчас рисовали здесь, вы можете просто экстраполировать на общую ситуацию. Вот позвольте как раз про экономику. Вернее про преувеличенное внимание к ней. Вы же Ближним Востоком занимаетесь. Насколько я знаю, до введения санкций после захвата Куэйта Саддама до этого у них средний доход был тысячу долларов в месяц. После введения санкций доход упал до 15 долларов. 60 раз. Нисколько 60-кратное падение доходов населения ненасколько не пошатнуло авторитет власть университетов и демократов Ирака. Дело не в авторитете. Я вообще на самом деле не занимаюсь ни Ближним Востоком. но вот экономика рухнула, вот реально. Доходы упали с тысячи долларов до 15 долларов в Ираке из-за санкций. Ни к чему вообще ровным счетом это не привело. Почему вы считаете, что если у нас будут огромные экономические трудности, то это к чему-то приведет. Ни к чему это приведет. Нет, я поясню. Я действительно никогда не занимался ни Ближним Востоком, меня совершенно напрасно считают востоковедом и прочим. Я занимаюсь то, что называется технологиями цветных революций, то есть технологиями шестого уклада, я просто в силу своего образования мне близка именно социодинамика. Эти процессы динамические, но уже не в термодинамике, а в социодинамике. Они достаточно аналогичны. Так вот, вся же проблема в том, опять же, возвращаясь к вашей доске, что система теряет устойчивость. Она может функционировать даже с тысячей вот этих дырок в трубе и с двумя тысячами. Я думаю, что даже если будет пять тысяч, она все равно какое-то время может просуществовать. Но вы совершенно правильно говорите, что некие эмпирические цифры есть, которые говорят о том, что в какой-то момент она перестает контролироваться. То есть что произойдет, что станет причиной коллапса, никто не знает, но все понимают, что он уже произойдет, потому что система необратимо перешла некую красную черту. Вот та же самая история происходит и с экономикой, и социальными всякими вещами. То есть мы будем продолжать функционировать до какого-то предела. Когда мы его перейдем, мы не знаем. Никто не знает. потому что есть определенный предел устойчивости абсолютно у любой системы. То есть вы ставите и нагреваете, 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 а потом в какой-то момент и она стекла. Может быть будут наоборот позитивные тенденции? Дело в том, что переходы невозможно. Что, про самолет зашел, и уже все. Дело в том, что существует два вида кризисов. Есть кризис структурный, есть кризис систем. Структурный кризис подразумевает, что у вас просто сама по себе структура неправильно организована и у самой системы существуют внутренние ресурсы для того, чтобы исправить вот эту ситуацию с помощью вот этих внутренних ресурсов. Системный кризис это тот кризис, который в принципе даже теоретически невозможно разрешить с помощью внутреннего резерва вот этой структуры. Поэтому необходимо ее дезинтегрировать и за счет привлечения внешних ресурсов либо за счет того, что вы отсекаете какую-то часть, выбрасываете ее, ну, я извиняюсь за подробности, вы сходили в туалет, да, то есть вот у вас накапливается противоречие, противоречие, вы их просто скатите, да, вы из себя их выбрасываете и тем самым восстанавливаете устойчивость. Для того, чтобы восстановить устойчивость окончательно, вы еще принимаете пищу, то есть принимаете внешние ресурсы, которые позволяют вам поддерживать себя, так сказать, в определенную устойчивость. Та же самая примерно схема и в нашем случае. То есть мы на сегодняшний момент находимся уже не в структурном, мы находимся в системном кризисе, потому что та элита, которая сейчас существует, она кровно заинтересована вот в той системе и в той структуре, которая была выстроена. Вы же сами, если я правильно помню, Фурсов, Андрей Фурсов, историк, он говорил о том, что революция 91-го года, бенефицарами этой революции был верхний и средний класс советского общества. То есть это как раз те самые завлабы, всевозможные третьи секретари, тот же Зюганов, кем он был? Он был каким-то там областным секретарем. Главный инженер. Да, главный инженер. То есть это люди, которые в силу каких-то своих качеств или в силу сложившейся обстановки, они уже не имели никаких перспектив для роста, но в то же самое время имели, скажем так, претензии на этот рост. Тот же... не имели связи с прошлыми, имели представление, как работает система. Имели представление, как работает система, но тот же Путин, он никогда, ни при каких обстоятельствах в той системе, в принципе, даже помыслить к нему невозможно, чтобы он поднялся выше там начальника первого отдела в какой-нибудь вузу. Все, это был его потолок, причем профессиональный потолок, он на самом деле никто, в личном плане человек просто никакой. Тот же самый Гайдар, его потолок в принципе, то есть при всех... Преподаватель Гайдар? это преподаватель, это максимум за... Ну да, все, это был его потолок. То есть эти люди выиграли, и поэтому они кровно заинтересованы в существовании именно этой системы. Окружение Путина кровно заинтересовано в нем лично, потому что они на сегодняшний момент обязаны только ему лично, своим положением, отношениям, богатствами и так далее. То есть уход Путина для них является личной катастрофой. все эти Ротенберги, там, кто, друзья, вот здесь массажиры, массажиры... Зачем мы залезли в Сирию? Мы... Конечно, мы залезли в Сирию только по той причине, для того, чтобы Путин имел возможность консолидировать распадающуюся, в общем-то, на самом деле, власть у себя лично в руках. То есть для того, чтобы создать ситуацию для элиты нашей, чтобы она ни в коем случае не рискнула на какой-то переворот. Переворот вообще в нашей стране... А каким боком это явить хорошо? Очень просто, потому что Соединенные Штаты, Запад в целом, они сейчас действуют достаточно грамотно, если так уж, откровенно. То есть они раскачивают не страну, а саму элиту. То есть они потихоньку зажимают ее и ставят перед ней выбор, что либо вы продолжаете дальше поддерживать... Ну, очень похоже на то, что Путин туда пошел не сам, потому что... ему поставили полегон. Он направляет. Его вынуждены. А это обстоятельства или люди? Кто его натолкнул? Обстоятельства или люди? И то, и другое. И то, и другое. Потому что... Ну, а люди внешние или внутренние? И внешние, и внутренние. Кто-то говорит, что это попытка купить прощение у Америки? Нет, он не просит и это даже не нужно предполагать. Он хочет, чтобы с ним считались. Для этого он должен продемонстрировать нет. То есть, есть два посыла. Есть посыл внешний, то есть, да, я плохой парень, я не отрицаю, но вы никуда не денетесь, потому что если уйду я, вы в наследство получите такое, что с чем вы не разберетесь. Поэтому начинаются вот эти угрозы с ядерным оружием, что вы же понимаете, что он и проводится эти учения как пугалка, скажем так. Хотя, честно говоря, я бы на его месте сейчас бы стратегическую авиацию в Сирии бы не применял. Потому что, конечно же, он сейчас демонстрирует, что она мало на что способна. Так уж, если открою. Ну, получится наши военные хотя бы, ну что вы, все-таки, там, какую же авиацию есть там? Ну, на самом деле, это как бы... Давайте корабль вам берем, в Российской Федерации. Ну, а что с корабльом? То есть, то, что касается сегодня... Это самое интересное. Зачем нам? Зачем мы влезли в безнадежное дело? То есть, можно с такой точки зрения посмотреть. Безнадежное это дело? Или... Это не безнадежное... На мой взгляд, это не безнадежное дело. С моей точки зрения тоже безнадежное. Выразите мнение. А с моей точки зрения бессмысленное. Мы сейчас находимся в ситуации примерно 90... Мы сейчас находимся... Давайте с корабльом вернемся. Я специалист-экономист, я знаю, в какой ситуации мы находимся. Давайте я попробую сейчас тогда, если вы не против, мое видение на то, что мы делаем и что должны были делать. Тогда так. Мы могли ли следовало вам вообще туда лезть? Да? И зачем следовало? Я бы попросил... Может быть, даже немножко не так, а вы достаточно плотно общались с местным населением Сирии. Вот впечатление, о чем они думают, чего хотят и какое у них отношение к ИГИРу. Ну, когда я там был... Не к ИГИРу, скажем так. Не к ИГИРу в смысле террористов, а в смысле к тому, чего хотят, чего добиваются. Но они понимают, что это цель к разрушению страны. Местные населения. То есть, однозначно. То есть, они рассматривают... Да. Эту силу они рассматривают как агрессора, желающего разрушить страну. Опять же, нерелигиозные никакие проблемы. Ваххабиты в Дамаске по-прежнему ходят, никто их не трогает там. То есть, если он не воюет против Сирии, он ни для кого не представляет никакой проблемы. Ну, как в маршрутках у нас. Так вот. Давайте, все-таки извините, я пока вот этот вопрос вас проигнорирую, чего хотят они. Единственное, что... Ну, давайте, все-таки, я вот попробую сказать пару слов о том, чего мы должны были хотеть в Сирии, да, и чем мы могли ей помочь. Помочь мы ей, на мой взгляд, могли. Единственное, что не таким образом, как сейчас, мы могли помочь ей именно в том, чего Асаду не хватало. Как Анатолий уже говорил, да, какая задача была у Асаду в 12-м году? Высвободить силы армии, перекрыть границы. В случае перекрытия границ, Сирия самостоятельно, внутренними резервами, справлялась с любой проблемой. Потому что даже уже после того, как туда нахлым уделили ваххабиты, их там набито за эти 4 года уже больше, чем численность армии. За полгода-год зачистили бы от любого количества практически. Вот именно в этом мы могли бы, на мой взгляд, помочь Сирии. Если бы мы занялись не тем, что уничтожаем там каких-то раздолбаях, бегающих по пустыне, это дорого и бессмысленно, на мой взгляд. Если бы мы занялись, во-первых, политически, заявили бы о том, что, назвали бы своими словами, что это не гражданское военное вторжение. И занялись бы перекрытием границ с помощью авиации, технических средств, международных миротворческих сил, ОДКБ, да, у нас есть такая организация. Сирийцы бы вот на это позволили бы разместить базы своей вдоль границ. Это было бы решением. Участие каким-либо образом в боевых действиях на территории Сирии во-первых, недопустимо, потому что мы тогда для мусульман, для части, являемся агрессором. Вот о чем вы говорите, тогда они начинают воспринимать нас как интервентов, если мы начинаем по арабам стрелять. Как крестоносцев. Да, да, да. К крестоносцам мы тогда становимся. Независимо от того, что мы их защищаем. Когда я разговаривал и с офицерами сирийскими, и с мирными гражданами, ну так, абстрактно обсуждали, я говорю, а вот если Россия, чтобы помочь, вам ввела войска на территорию Сирии, они говорят, ни в коем случае, тогда нам точно кирдык. Потому что тогда мы воюем на стороне неверных. Тогда возникает уже конфликт между мусульманами и православной страной. Православная страна вторглась на территорию ислама. Поэтому мы не должны участвовать в этих боевых действиях. Пусть они своими силами, пусть они иранцев привлекают. это приемлемо для них, для местных жителей, ливанцев там. Но мы должны были обеспечить им внешнюю безопасность. Как, но это уже нереально было. Какими способами мы могли это обеспечить? Обеспечить внешнюю безопасность. Технические средства охранной границы у нас есть? Мы могли их поставить. Спутники есть у нас. Спутники у нас есть. Авиация эта должна была носить. Объявить Катару Саудовской Аравии и Турции. Объявить потребовать одних. Объявить потребовать. А если бы Россия была Америкой, да, вы могли бы объявить потребовать, но Россия не Америка. Ну тогда варианта два. Тогда нужно сдаться вообще. Заявить Обаме забирай Россию и руководи. Или мы сопротивляемся, но сопротивляемся правильно, единственным возможным способом. Или мы не сопротивляемся вообще. Или мы требуем от Саудовской Аравии прекратить поток беженцев. Не беженцев, а боевиков с ее территории. И если она не прекращает наносим удар по этим боевикам на ее территорию. Или мы не делаем ничего. Вариантов нет. Как на полиции сейчас? Возможно. А есть же международное право. У нас в Сирии договор о взаимопомощи и сотрудничестве, по которому мы обязались в случае агрессии принять все необходимые меры для ее предотвращения. Договор действующий. Если мы объявляем, что Саудовская Аравия агрессор, мы имеем право нанести удар по войскам, движущимся с территории Саудовской Аравии. Это не мы, это Сирия объявить агрессор. Мы должны объявить. Сирия пытается объявить, ей не дают слово сказать в Совбезе. Представитель Сирии несколько раз пытался заявить в Совбезе, что она подверглась агрессии. Его просто не пускают. В Совбезе дают всем слово. Не дают слово. Не дают. Россия могла бы после западной операции в Ливии было очень удобное время для проявления активности России. То есть в рамках альтернативной истории разумеется Василий говорит очень разумные вещи. Именно альтернативная история. В 12 или еще в 13 году можно было еще сделать. Сейчас тяжело конечно. Мы все время называли гражданской войной, а тут скажем, что это агрессия. Сейчас сложно будет доказать, что это агрессия. Потому что вот они на территории Сирии и объяснить, почему мы четыре года говорили одно, а сейчас говорим другое. Что предлагает Запад Сирии? Что? Что предлагает Запад Сирии? Сдаться. Каз предлагает Сирия? Я понимаю, сдаться. Ну что, давайте мы закончим. подождите, да нет, вот... Пускай, куда-нибудь в программе уже почему. Самый интересный вопрос-то, а зачем все же? Что предлагает Запад Сирии, что предлагает Россия Сирия? Чем отличается? Россия в самом лучшем варианте, что мы можем там получить? Мы уже получили, мы уже ничего другого не получим. Мы на самом деле сейчас повторяем ровно ту же технологию принятия решений, что и с Донбассом. То есть, мы на Донбассе, я же был, как раз в самый последний момент, уже перед уходом Стрелкова, то есть, что сделала Россия? Появился некий несистемный фактор в виде Стрелкова. Потому что, в принципе, все было договорено без особых проблем. Донецк никто не собирался, естественно, превращать ни в какую Новороссию. То есть, Ахметову нужно было просто договориться с Киевом, и для этого они там устроили небольшую якобы революцию. Но тут появляется несистемный фактор Стрелков, который ломает всю игру, и, в общем-то, его попытались сначала обнулить в Славянске, откуда он ушел, чем вызвал истерику полную здесь. Но, в конечном итоге, наши довели дело до того, что славянскую бригаду и вообще всех несистемных более-менее этих ополченцев их к середине августа 2014 года просто уничтожили. То есть, я 10 августа оттуда уходил, там уже были просто ошметки. Там уже некому было сопротивляться. Кои его оставили к Сирии? Сейчас, я поясню. Так вот, суть в следующем. То есть, мы совершенно спокойно и стоически ждали, пока разгромят вот этот несистемный фактор, после чего мы перевели дело в плоскость торговли. То есть, мы не дали уничтожить окончательно Ахметовскую территорию Киеву и вынудили их сесть за переговоры. И вот сейчас все равно мы сдадим Донбасс обратно под Украину с расчетом, что якобы Донбасс будет территорией, на которой мы можем каким-то образом свои интересы продвигать. Теперь здесь та же самая история. То есть, мы ждали 4 года, пока Ассады не разнесут. Мы ничего не предпринимали. Вот теперь, когда, сказать, Ассад фактически где-то полгода назад начал отступление отовсюду, то есть весной его начали вышибать уже повсюду. То есть, он отступал, начиная где-то с февраля месяца. Бегства не было, но он отступал практически везде, за исключением от Ливанской границы, но там держал Ливанскую границу и держит Хизбалла. А сирийская армия уже была разгромлена. И мы сейчас, в этот момент, в период, когда Ассад уже ничего не может сделать, мы вводим туда наш контингент. Он небольшой, но, в принципе, все понимают, что этот контингент может на краткосрочное время быть увеличен. Тем самым, мы вынуждаем Ассада садиться за стол переговоров вот с полностью, с нулями. То есть, с теми, с кем он, естественно, не собирался садиться все предыдущие четыре года. То есть, наша задача заключается в том, чтобы посадить его за стол переговоров с кем-то. Непонятно с кем. А Запад? Запад не очень это устраивает, потому что он хочет вообще, чтобы, в принципе, никаких переговоров не было, чтобы эти ребята пришли к власти сразу. Эти ребята это кто? Ну, их, так сказать, западный, умеренный, так сказать, террорист. нас это не устраивает, точно так же, как не устраивает на Донбассе. То есть, мы хотим все-таки, чтобы на Донбассе остались наши люди, наши ставленники, точно так же, как мы хотим, чтобы в Сирии остались наши ставленники. То есть, если не Ассад, то хотя бы кто-то, кто зависит от нас. Поэтому мы пытаемся сохранить за собой достаточно важную, стратегически, вот эту полоску земли на побережье, в атаке, чтобы иметь позицию на переговорах. А так, в принципе, плевать мы хотели на эту Сирию уже давно-давно. Мы на нее плюнули с самого начала. Давайте мы не будем. Зачем нам? В христианской стране? Да какая христианская? Вы о чем? Православная. Да какая мы православная? Лезть в страну, где... Почему мы не уйдем в ад? Здесь политика, причем она православная, не мусульманская. Это очень интересно. Политика это политика. Господа, у меня есть по теме, ну, краткая, очень краткая, мне кажется, интересная замечание. Мы же сейчас или потом обсудим. Потом. Потом. Короткая, может быть, сейчас? Она не будет коротким. Нет, короткая. Просто бывает коротким. О роли Франции я хотел бы поговорить. В Сирии? Ну, так Сирия была французской колонией, о чем-то говорить. Да, Сирия была в французской колонии. Правильно. У Французы там. Да. И вот активность Франции особая в последнее время, ну, можно сказать, начиная с левизиевой войны. Обусловлено, казалось бы, чисто, какими-то политическими, даже, может быть, субъективными, мотивами. Очень многие вспоминали Саркази, и его политику. Так вот, позвольте вам сказать, что есть весьма объективный момент активности Франции в своей бывшей колонии. А именно, примерно, 10 лет назад была принята энергетическая стратегия Франции. Я не помню точно, когда, но в 2009 году она еще функционировала, не высылались и говорили. Так вот, согласно этой стратегии, к 35-му году доля атомной энергии в энергобалансе Франции должна составлять 85%. Так она сейчас 85%. 75% всего. Тогда было меньше, когда принимали стратегию. 85%. 15% остаток должен был покрываться возобновляемыми источниками энергии. То есть, чистой энергии. Значит, в 2009 году она еще эта стратегия работы. Почему французы посчитали разумно для себя? потому что вот именно такую стратегию. Потому что известно, что у Франции полезных ископаем очень мало, она обеспечивает себя на 50%, только на сегодняшний день 50% энергии вырабатывается за счет превосходного сырья, или даже больше. дали считалось, что углеводородное сырье будет все меньше и меньше, все дороже и дороже, но в то время, когда вырабатывалась эта стратегия. Вот такой взгляд распространял. Поэтому вот так они посчитали. Казалось бы, разумно, однако, как мы знаем, в 2011 году случилось фокусимое и мир резко изменился. Более того, вот я помню, что стал меняться взгляд на нефть, на газ, оказалось, что его много и будет больше и больше. Сланцевая революция датируется, но в Сланец-то сам по себе эта эпопея в штатах началась в начале 2000-х, но как написано в Википедии «Сланцевая революция 2012-й год». Ну так вот, 11 марта 2011-го года случилось фокусимое интересное совпадение дат, а 18 марта была принята резолюция о бесполетной зоне над Ливией. Как мы знаем, особо активничала в Ливии именно Францию, да? Ну, Италия, Франция. Да, Италия, Франция. Италия, кстати, была, Ливия была итальянская. Ну так вот, в прошлом году была представлена новая стратегия энергетическая Франция, и 22-го июля этого года она была принята национальная ассамблеи. Согласно этой стратегии уже не 85, а только 50 процентов. И не в 35-м году, а в 30-м году. В 30-м году 50 процентов должно быть значит атомной энергии во Франции с тенденцией к обещению. В то же время значит где-то порядка 30-ти процентов возобновляемые. Соответственно 20 процентов в энерго-балансе Франции в 30-м году должны составлять нефтегаз. Эти 20 процентов на которые не рассчитывали, которые непонятно откуда брать. Почему? У них Алжир под локом. Да, Алжир, Север Африки. 10 лет назад все было расписано и распланировано. У Франции особая нужна сейчас газе и нефть. Именно поэтому они активничают нефтегазовых районов. Ближнего Востока. С особого усилия. Сирия нефтегазов район. Сирия бывает. Если они утвердятся в Сирии, то они смогут положить свою трубу. Все говорят Катар, 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 Катар. Трубу откуда проложать? Хотя бы из Ириана, с которым прекрасно отношение в Франции или из Катары. Им без разницы. Главное утвердиться в Европу. Понимаете? Просто на самом деле все говорят Катар, Катар. Но Катару эта труба будет хорошо, не будет, очень неплохо. Он вложил громадные деньги в танкер, который уже построен. Танкерный флот. Франция это единственная страна, которая оказалась в такой ситуации. Неожиданно для него. После Фокусима, извините, прошло 4 года всего. Резкое изменение. Вы представляете 20% всего энергобаланса страны. В 30-м году они должны покрыть нефтью и газом, на которые не рассчитывали. Есть варианты, вот было сказано в Север-Африке, там все расписано, ребята, там не так всего много, и было все распланировано. Есть вариант экспорта газа из Соединенных Штатов Америки. Но для Френча это неприемлемо. Это потеря независимости. И вся предыдущая стратегия, она была направлена на обеспечение самодостаточности Франции. Процессы гордятся именно вот этим моментом, что они независимы ни от кого. Вы считаете, что они независимы? Да у всех европейских стран, конечно, они самые такие, независимы. Но в энергетическом плане, по их планам, извините, за автологию, вот так и было. Практически вся энергия своя собственная. А сейчас получается, что 20% энергобаланса нужно обеспечить из недр, но непонятно откуда. На самом деле не особо логично, потому что если бы не война в Сирии, тогда газопровод иранский там ...